Всем привет! Давно мы ничего не записывали. Я за это время успел полежать несколько раз в больнице, сменить несколько мест работы. И сейчас под Новый год у меня наконец появилось время, и можно начать продолжать работать по LP2. Сегодня мы будем с вами собирать ядро Linux. Это звучит достаточно серьезно. На самом деле мы с вами ничего интеллектуально особенного делать не будем. Мы разберемся с тем, какие у нас есть стандартные Linux-овые инструменты, которые не зависят от конкретного дистрибутива. Попробуем на примере CentOS собрать под себя ядро и загрузиться из-под этого ядра. Затем посмотрим, как это делается в Ubuntu на следующих занятиях, и посмотрим, какие есть еще инструменты, которые относятся к конкретным дистрибутивам. К сожалению, мне пришлось избавиться от своего компьютера, от своего микрофона, от всего практически. И я сейчас это все записываю на своем любимом старом MacBook 2011 года, так что звук у нас и качество может страдать. Если что, пишите, будем думать, что с этим делать. Итак, у нас тема 201.2 – сборка ядра Linux на примере CentOS. Небольшая предыстория. Для чего нам вообще может пригодиться собирать собственные ядра? В принципе, у нас сейчас уже временные операционные системы, они выпускаются с различными резвизами. У нас очень много семейств Linux. В принципе, полно Linux под каждую конкретную задачу. Но иногда нужно собрать, например, какой-то очень маленький дистрибутив для какой-нибудь встроенной железочки, когда вы хотите, чтобы только необходимые функции, необходимые дрова и файловые системы у вас были, и чтобы вся эта операционная система занимала очень мало места. Тогда вам, может быть, нужно собрать свое ядро, чтобы на базе этого ядра у вас работала ваша какая-то такая кастомная железочка. Ничего лишнего, минимально быстро. Или, может быть, вы наоборот хотите расширить какой-то ваш любимый дистрибутив какими-то модулями, которые вы где-то сами сделали или накопали или еще что-то подобное. Мы с вами будем работать на CentOS. И сейчас CentOS у нас, давайте посмотрим, какой релиз. Для всех линуксов, как правило, это работает. etc, звездочка, релиз. То есть, посмотреть файл, в имени которого есть релиз в директории etc. И мы видим, что у нас с вами вот он, CentOS 7.6.18.10. Самый последний CentOS, который у нас есть на сегодняшний момент. Посмотрим, какое у него ядро. Uname-r. Ядро у нас 3.10.0 и так далее, и так далее. Версионирование ядер мы с вами проходили в прошлом видео, которое для меня было полгода назад. Сделаю Ctrl-L. И для того, чтобы нам что-то сделать, нам нужно теперь скачать ядро. Чтобы скачать ядро, переходим на сайт kernel.org. Ядро.org. Тут у нас есть ядра. Тут можно посмотреть кучу различных релизов этих ядер. И последнее стабильное вот оно здесь. Я правой кнопкой сделаю... Давайте я как-нибудь вот это так подвину поудобнее. Правой кнопкой копировать ссылку. Можно просто щелкнуть, посмотреть, куда мы перейдем, на самом деле. И будет видна ссылка здесь в адресной строке. Ну, собственно, я скопировал ссылку, возвращаюсь в консоль. В консоли я пишу... Хотя давайте, знаете что, не сюда будем скачивать. Сразу перейдем в user.src. Здесь у нас будут лежать ядра, если мы будем с чем-то копаться. Сейчас вот эти две директории у нас пустые. Сильно не заворачиваемся. Нам нужно сделать vget и адрес ссылки. Я вот сейчас подумал, что у меня, да, действительно, Центас-то совсем нулевый. В нем ничего нет. Нам нужно будет поставить в него vget. Не знаю, давайте топ поставим и vim еще поставим. В принципе, наверное, это такие базовые вещи, которые нам сейчас пригодятся. Ставится все, что нам нужно. Нужно сказать, что у Центаса есть еще свои инструменты, которые позволяют собирать ядра. Мы сейчас с вами пойдем обычным, стандартным, типовым, люксовым путем. Еще раз, vget, полный путь. Путь, вы видите, кончается файликом tar.xz, то есть архив, который сжат затем xz. И вот мы видим наше ядро. Нам нужно его разархивировать. Это у нас архиватор tar делает. По умолчанию он у нас должен стоять. Ключи, минус j. j работает с архивами xzip. И дальше стандартный обор. Extract, то есть извлечь. Verbals, то есть много говори, файл. F. И путь к файлу. Вот так вот. И вот у нас он все распаковывает в нашу текущую директорию. У меня очень слабенькая машинка. Сейчас я сейчас сижу на Амазоне, создал простенький слабенький сервачок. С двумя ядрами и с двумя гигами оперативки, чтобы быстренько за час уложиться и потом его за собой убить. Итак, вот у нас появилась папочка директория Linux 4.9.19. Я могу удалить скачанное ядро, чтобы она здесь мусором у нас не валялась. И давайте для того, чтобы нам было удобно работать, мы создадим ссылку link-s на вот эту новую директорию, которую мы распаковали с именем Linux. Чтобы у нас здесь просто появилась ls. Ссылка давайте. Мы видим, что у нас здесь появилась ссылочка Linux, которая ведет вот в эту папочку директорию. Что у меня папочка-то? Переходим по этой ссылке. И вот в pvd мы находимся в user.src.linux. Тут нам можно работать. Здесь, собственно, наше распакованное ядро. Мы можем смотреть, что здесь есть. Из интересного здесь есть, например, документация. Можно зайти и почитать какой-нибудь файл. Давайте ls. Что здесь почитаем? ls. Documentation. Два раза тап. Какие у нас есть варианты? Слишком много вариантов. Давайте-ка мы сначала зайдем в Documentation. Посмотрим, что здесь есть. Куча вариантов. Можно почитать почему угодно документацию. Например, давайте что-нибудь связанное с процессором. Может быть, что было бы интереснее. Вот CPU Load Texte. OS CPU Load Texte. И вот он здесь нам рассказывает, как у нас работает, собственно, все, что связано с загрузкой процессора. Вот здесь он рассказывает примеры, показывает, как собирается информация и так далее. То есть здесь куча-куча документации по различным модулям ядра. По самому ядру вообще тут можно посмотреть много интересного. Необязательно для этого, конечно, скачивать этот архив и распаковывать его. И вот можно все на сайте kernel.org точно почитать. Значит, что нам нужно для сборки? В Centase у нас есть целый набор программ. Для этого мы будем использовать Ям, когда мы ставим пакет. Ямом мы дадим ключ Group Install. То есть установи группу, Group Install. И у нас эта группа пакетов называется Development Tools. Инструмент разработки. В кавычках. И в эти инструменты разработки у нас входит, видите, 26 пакетов и еще 49 зависимых. Много здесь всего интересного. И, насколько я помню, раньше нам этого хватало для сборки ядра. Однако сейчас приходится ставить еще множество дополнительных пакетов. Тут из интересного нужно отметить то, что он должен поставить, например, GCC. Это GNU Compiler Collection. Это набор компиляторов для различных языков программирования. Потому что как раз мы здесь компиляцией будем заниматься. Также тут будет у нас оставаться G++. Утилита Make, самое важное, при помощи которой мы будем все это собирать. Но я до этого доберусь. Вообще здесь, конечно, очень много работы. Очень много различных нюансов. Поэтому мы эту тему будем разжевывать в течение нескольких занятий. Поэтому если кто-то сразу будет кричать, что я это не рассказал, это не рассказал. Не торопитесь. Дайте мне все варианты сначала вам показать. А потом разберемся. Пока у нас ставится с вами это все. Я еще сразу скажу, что мы будем ставить еще два пакета. Самый интересный пакет, который мне нравится, это N-Courses Develop. Сейчас давайте я его сразу поставлю. Я инстал, раз у нас уже все закончилось. N-Courses, Courses Devil. Это библиотека, которая позволяет нам управлять вводом, выводом на экран. Она создает нам такую псевдографическую оболочку инструмента для создания таких линуксовых график. Если вы хотите поработать еще с нормальным, действительно графическим инсталлятором, который позволяет нам собирать ядро в режиме таком диалога, галочек и так далее, вы можете еще поставить QT3. Это тоже библиотека, которая позволяет работать... Ну, это не библиотека, это даже целый фреймворк. Devil. Фреймворк, который тоже позволяет создавать графические интерфейсы и работать с ними. Только здесь, видимо, он... Сейчас я им инсталл. Только здесь у нас все равно не получится с вами работать с графикой, потому что у нас, в принципе, нету X-ов, нету X-сервера, у нас голый Linux-сервер, на котором нет никакой графики. Поэтому нам это QT3 никак совершенно не поможет. Тем не менее, если вы решите пособирать ядро в вашем каком-то центре, в котором есть графика, графические среды, вы можете поставить в эту библиотеку и поработать в таком режиме уже красивых окон. В режиме, так скажем, Windows и далее-далее готов. Так что мы здесь сейчас поставили этот QT, но он нам не пригодится. Кому интересно, может поставить X-ы. Мы это проходили как-то с вами, и потом поработать с этой библиотекой QT и там пособирать ядро. Кроме того, мы можем с вами сейчас, когда доберемся до сборки ядер, несколько раз споткнуться и поставить нужные пакеты. Каждый раз нам Linux будет говорить, чего ему именно не хватает. Ну, давайте экономить наше время. Я забежал немножко вперед и посмотрел, чего нам может не хватать. Значит, чаще всего это HMAC, наш родной. HMAC это, значит, калькулятор, который даже не калькулятор, это, в принципе, не калькулятор. Он может вычислять коды для файлов, те самые HMAC коды, HMAC. Я вам дам, может быть, на них ссылочку, чтобы вы почитали. Это такой hash-based message notification code. Собственно говоря, это механизм проверки целостной информации, чтобы убеждаться в том, что у нас файлы действительно те, которые мы скачали, а не какие-то другие. То есть такая, грубо говоря, подпись файлов. И этот калькулятор позволяет ее вычислять. Дальше может пригодиться ZLIP. Тоже develop tool такой. ZLIP. ZLIP это у нас тоже кросс-платформа библиотека. Она для работы с архивами, для компрессора GZIP, собственно. Дальше binutils. Я был уверен, что binutils у нас встают вместе с development tools, который мы ставили чуть выше, я монсталом. Но, похоже, не всегда. По крайней мере, иногда он на них ругается. Это тоже программное обеспечение для работы с объектным кодом. И самое важное, это утилиты для работы с ELF-файлами. ELF-файлы тоже отдельно интересная тема. Я вам брошу ссылку на хаббер, почитайте. Значит, ELF, утилс. Для них библиотека libelf. И, собственно, тоже deval. Вот этих файлов нам должно с вами хватить. Смотрим. Все-таки злип у нас уже стоит, значит, а все остальное он просит поставить. Злип, вот он говорит, уже установленная последняя версия. Шикарно. Простите меня за русский язык в консоли. Я это не выбирал. Amazon сам взял и сделал мне русифицированную консоль. Я сильно не буду переживать по этому поводу. Так вот, мы все это поставили. Смотрим еще раз, что у нас здесь есть. Самое важное, что у нас здесь есть, это make-файл. Опять же, это отдельная большая тема по make-файлам. Поэтому я говорю, что здесь нам с вами особенно ничего умничать не надо. Поумничали те, кто, собственно, написал этот make-файл. И в нем у нас, ну не только в нем, во всем этом дереве директории файлов у нас указана вся информация по сборке ядра. Все, что нам нужно, там уже есть. Мы с вами просто, как обезьяны, будем выполнять простейшие инструкции. Make, сама утилита, при помощи которой мы это будем делать, это утилита, которая автоматизирует преобразование файла из одного формата в другой. Чаще всего это как раз-таки компиляция или сборка каких-то объектных файлов. В какие-то уже исполняемые файлы или библиотеки. Утилита работает со специальными make-файлами. Там указаны зависимости друг от друга, как эти зависимости удовлетворять, когда происходили какие изменения, что делать и так далее. Очень крутая штука. Мы в данном случае можем сказать make help. И make help посмотришь, что мы можем сделать в данной директории. И в частности здесь у нас куча-куча-куча вариантов. Мы можем каждую из них почитать. Make работает с такими штуками, как цели или таргеты. Вот они. Мы можем сделать, допустим, действия по очистке. Мы можем сделать clean, написано, что он будет делать. Делать Mr. Proper можем сделать, который как чистящее средство вообще все к чертовой матери сотрет. Можем удалить, вы видите, бэкап редактора, патч-файлов и так далее. То есть вообще прям начисто-начисто сотрет. То есть так поочищает директорию текущую. Мы можем, видите, здесь создавать конфигурации ядра. То есть по сути сборка у нас осуществляется вот в этих таргетах. Куча вариантов. По сути все эти конфиги это разные способы сделать одно и то же. Мы будем с вами работать с меню конфига. Это будет такое обычное псевдографическое меню. Если бы у нас была графика, мы с вами могли бы запустить x-конфиг или g-конфиг. Интересный вариант это old-конфиг. Он позволяет посмотреть текущее ядро, его настройки. И на основе текущего нашего ядра, из-под которого мы сейчас работаем, создать, собственно, конфиг-файл для того ядра, который мы собираемся компилировать. Собственно, вообще все эти конфиги, они и создают этот .config-файл. Вы сейчас увидите, как у нас это произойдет. Ну, то есть кому интересно, нужно прочитать просто, что здесь происходит. Я давайте еще обращу внимание на то, что мы будем сделать. Значит, мы с вами еще, помимо того, что мы это все сконфигурируем, потом будем это все собирать. Для того, чтобы это все собирать, далеко как мотать, мы с вами создадим отдельный bz-имидж. Это сжатый образ ядра. Причем нужно понимать, что bz-э это не архив какой-то, как gz, hz, какие у нас там еще есть. Big z-имидж. Давайте я по-русски скажу. Большой z-образ. Zip-ов тут никаких нет. У нас раньше был такой z-имидж, он занимал 512 килобайт, чтобы влезть в стандартный блок в 640 килобайт. А потом, когда у нас уже все стало не помещаться никуда, у нас появился такой big z-имидж. Так вот, мы создадим этот образ ядра, затем мы с вами отдельно соберем модули. Где-то у нас здесь это должно быть, make models. Ну, не буду я тратить наше время, где-то вот здесь это все болтается. Вот, make models. Будем собирать модули. Модули, напомню, у нас есть такая штука, как модули ядра. Значит, у нас Linux использует Linux ядро модульный механизм, и можем какие-то модули подгружать, выгружать. Чаще всего это драйверы устройств, но модули может быть каких угодно куча вообще. Так вот, мы отдельно соберем ядро со всеми встроенными в него модулями, и отдельно соберем эти модули. После чего мы с вами сделаем модуль с install. Мы положим эти модули в нашу текущую систему по определенному пути, и сделаем потом еще обычный install, который, собственно, у нас установит ядро. Вот оно. Такой приблизительно путь. Можете особенно не запоминать, вы все равно, скорее всего, сейчас запутаетесь. Это надо сделать один раз руками, и потом забыть. Так вот, сейчас мы здесь ничего не делали, но вдруг кто-то что-то сделал. Сделаем make Mr. Proper. Make Mr. Proper. Он все почистит. Если бы у нас что-то было, и скажет, все прекрасно, все у нас почищено, все приведено в исходное состояние. Но мы здесь ничего не делаем. Значит, самое важное, что мы будем делать сейчас, это конфигурировать наше будущее ядро. Мы скажем make menu config. И у нас откроется сейчас такое меню, в котором мы будем выбирать, из чего, собственно, мы собираем ядро. Вот, собственно, весь диалог сборки ядра. Здесь очень много вариантов. Видите, все компоненты, все опции, которые возможны для сборки ядра, они вот здесь у нас находятся. Я предлагаю нам, например, из нашего будущего ядра выключить какие-нибудь устройства. Перешел куда мне нужно. Device. Драйверс, нажимаю Enter. И, допустим, я хочу, чтобы в моем ядре не было... Ну, куда-нибудь вниз я спущусь, здесь все неважно, обычно внизу. Ох, сколько себе. Вот звуковая карточка. Видите, сейчас стоит буковка M. То есть у нас поддержка звуковых карт доступна как модуль. Если я переведу на нее, нажму пробел, могу выбрать, видите, появится звездочка. Звездочка говорит о том, что у нас теперь это будет модуль, который встроен в ядро. То есть это не будет как модуль, это будет часть ядра, всегда доступная нашему Linux. Нажму еще раз пробел, и все, у меня исчезло. У меня не будет вообще такого ни в ядре, ни в качестве модуля. И я могу вот так вот что-нибудь здесь повырубать, какие-нибудь Sony Memory Stick, не знаю, вот какая-то карточка непонятная, что здесь у нас есть. Ну, остальное пусть будет. Я то здесь что-нибудь вырублю, и у нас что-нибудь отвалится страшное, я не знаю. Я редко сюда забираюсь, я на самом деле только пару раз собирал ядра, когда нам нужно было выкинуть все по максимуму для одного контроллера, интересно. Так вот, здесь я что-нибудь повырезаю, давайте поднимусь на уровень выше, видите, нажал стрелочку вправо, внизу у меня Exit, нажал Enter, и допустим, вот файловые системы, нажму Enter, вот здесь у нас вот куча поддержек файловых систем, видите, в качестве модуля доступна у нас EXT4 файловая система, и вот здесь куча различных файловых систем. Допустим, я не хочу, чтобы у меня XFS поддерживалось, вообще, беру и ставлю ничего. Какая-то GFS 2 файловая система, не хочу. Better File System, не хочу. Вот можно вот так вот здесь, здесь и повырезать, повырезать. И вот так вот по всему этому дереву мы можем побегать, посмотреть, что нам нужно. Я, вы видите, здесь все отключаю, можно, например, что-нибудь подключить. Я не знаю, где здесь найти, что можно подключить. Не знаю, вот Kernel Hacking, куда-нибудь в Memory Debug зайти, и вот какой-нибудь, не знаю, давайте Debug Virtual Memory вот так вот поставим, чтобы была доступна внутри ядра всегда, прям вот звездочка, звездочка, звездочка. Отлично. Сохраняю эту конфигурацию. По умолчанию это будет файл .config в текущей директории, я говорю, окей. Написано то, что файл сохранился. Делаю exit, делаю exit. То есть, по сути, у нас вот это вот меню всего лишь создает вот этот файл .config. Мы можем его посмотреть. less.config. И вот здесь у нас все эти опции, которые были по умолчанию, которые я выбрал, которые я не выбрал, вот они вот здесь у нас перечислены. Выхожу, буковка Q. Теперь, если мы с вами здесь понавыбирали чего-то такого нового, чего у нас по умолчанию здесь нету, нужно сделать makeDepth. То есть, посмотреть, какие есть зависимости. Если эти зависимости действительно есть, их нужно подгрузить. У нас никаких зависимостей здесь нету, ничего страшного, отлично. Можем начать собирать ядро. Для этого мы скажем make big the image. И вот теперь у нас пойдет процесс сборки ядра. Может, вначале на что-то ругнуться вот здесь вот, или в конце на что-то ругнуться. Вот, в частности, например, видите, он не нашел мой любимый BC. BC – это у нас калькулятор специальный, который позволяет делать вычисления в командной строке. Поэтому я скажу yam.install.bc. И я знаю, что в дальнейшем он еще ругнется, что ему нужна библиотека для работы с SSL. Поэтому еще openSSL.develop. Нам тоже нужно поставить. Так. Только install пишется с двумя L, конечно. Ставлю наш BC и openSSL библиотеки. И снова запускаю make big the image. Пойдет сборка. Наверное, можно отойти от компьютера теперь минут на 30. Скорее всего, в течение этих 30 минут у нас будет собираться само ядро. Лучше было запустить этот процесс в скрине, но я это сделаю, наверное, когда мы будем собирать модули, потому что там вообще на час нужно его где-то оставлять. И вон у нас процесс завершен. Мы видим то, что у нас собралось ядро. Говорит, что готово. Давайте посмотрим, там ли оно. ls. И вот у нас здесь наше ядро. Беза-имидж. Собственно, ядро собралось. Много здесь всего. Мы сейчас это все раскапывать не будем. Вот те самые l-файлы, о которых я говорил, для которых мы ставили библиотеку. Теперь нам нужно собрать модули. Только модули у нас будут ставиться где-то в течение часа уже. И если у меня прервется SSH, я туда не попаду. Поэтому я поставлю сейчас screen утилиту. Она, скорее всего, еще не стоит. И в этом скрине запущу. Мы, по-моему, это с вами как-то пару лет назад проходили, потому что есть такая штука. Говорю screen. И в этом скрине я нахожусь в той же самой директории. Говорю make modules. Теперь он нам будет собирать модули. Пошла сборка модулей. Теперь, чтобы выйти из скрина, я сделаю Ctrl-A. И затем клавишу D. D-attach. Отсоединиться. И вот я отсоединился от определенного скрина. И все. Могу уходить. Если у меня даже SSH-сессия прервется, я всегда могу зайти потом в рута, и этот скрин подсоединится. Итак, я пару раз уже подключился к нашему скрину за последнее время. Там пару раз у меня вылетал компилятор с похожим окошком. Я просто перезапускал make modules, и он заново начинал собирать с того же места. Сейчас давайте я вот обратно подключен. Сделаем screen-x. Подключиться к одному нашему единственному последнему скрину. И он показывает то, что вот... Он построил 2225 модулей. На самом деле я перезапустил еще раз make modules, потому что я в один момент подключился к скрину, и там просто все было похоже на то, что завершено. Но он не показал, что именно завершено. Я его перезапустил, и вот, пожалуйста. Собственно, модули у нас собраны. Мы можем посмотреть через make help, что у нас там еще можно сделать. Но мы с вами смотрели. Я хочу сделать make modules install. Modules install. И все, что сделала эта команда, просто переложит уже собранные модули в директорию. По-моему, по умолчанию, это корневая директория leap modules. Но надо посмотреть в make help, куда он складывает модули на самом деле. Если бы мы с вами до этого не делали make modules, то есть не собирали бы модули, не скомпилировали их, он бы сейчас еще запустил компиляцию, если я не ошибаюсь. Но нам с вами предстоит это все еще поделать несколькими способами. И посмотрим, если я где-то ошибался, я вам укажу на это. И таким уже завершающим штрихом установим само ядро в нашу текущую систему. Make install. Значит, make install, он тоже у нас показывает, что он будет выполнять. По сути, он подложит нам информацию для загрузчика. Но тут, на самом деле, много о чем можно говорить, потому что make install такая самая интересная команда. Она показывает, что она будет делать. Вы можете, в принципе, зайти в этот скрипт. Вот вы видите, он показывает к ним путь. Arch 86 boot install sh. И он показывает, что он будет делать с этим самым ядром bz-image, который мы с вами уже собрали. Сам по себе этот make install настроен на работу с загрузчиком Lilo, Linux Loader. У нас же сами уже, по-моему, во всех операционных системах сейчас grab используется. Давайте посмотрим, какие у нас сейчас есть настройки grab. Он у нас в буте. Grab второй. Про grab у нас тоже с вами уже было как-то занятие. grab.config Вот здесь вот у нас много различных записей. Давайте грепнем по меню entry, чтобы посмотреть только те строки, в которых у нас есть какие-то пункты меню. И вот мы видим то, что вот наше последнее ядро. Информация о нем прописалась. 4, 9, 12. По порядку оно первое, но у нас порядок с нуля начинается нулевое. Есть у нас еще вот несколько ядер. Есть даже резкие. Для спасения системы. Давайте изменим настройку нашего grab. Vim, ETC. Мы по-хорошему можем сейчас уже перезапуститься и выбрать, попробовать загрузку с нашего ядра 4, 9, 12. 4, 9, 12. Но так как у меня здесь нет графики, я на Амазоне, мне придется сейчас настройки grab поменять. И сказать ему, чтобы он по умолчанию, у него, видите, стоит saved, то есть прошлое сохраненное значение использовать. Поэтому будет грузить постоянно 3, там какое-то ядро, которое у нас по умолчанию. Я скажу, чтобы у нас нулевое по порядку загружалось в первую очередь. Grab 2. make.config Пересоздаем этот самый замороченный конфиг grab-2 минус o output в какой файл. Тот же самый файл, который мы сейчас смотрели с вами. grab-2 grab.config Он его смотрит, изучает, создает заново этот файл. И делаем... Давайте перед ребутом посмотрим, какое у нас ядро. Ядро у нас 3.10 и так далее. Делаем ребут. Вот наша система загрузилась, я подключился обратно в нее, делаю ее name-r и вижу, вот мое ядро 4.9.12. То самое ядро, которое я с вами собрал. Итак, мы с вами невероятно поверхностно, очень быстро собрали ядро и загрузились с него в нашем центесе. Это все очень такое неинтеллектуальное, простенькое занятие. Там есть очень много чего посмотреть, поделать самостоятельно. Я еще с вами несколько вариантов таких поделаю. Тем не менее, у нас цель этого урока показать вам, что собирать ядро не очень страшно. Для всего есть готовое уже решение. Все для вас, за вас сделали. Достаточно только запустить диалог, создать свой файл конфига, потом все, что нужно накомпилять, покидать нужные места и обновить информацию для загрузчика. И, собственно, все. Спасибо, что вы выдержали. Мы, на самом деле, потратили вам 20 аж минут, не сделав практически ничего толком. Хотя собрали ядро, это звучит уже достойно.